Единственный способ защиты детей от полиэмилита – это вакцинация, говорят медики. Иммунизационная кампания направлена на укрепление иммунитета среди детского населения. О дополнительной иммунизации детей против полиэмилита – репортаж Мадины Лайпановой. Прививать или не прививать – вопрос, которым в последние месяцы задаётся практически каждый родитель Карачаева-Черкесии. Вот и Зимфира Черкесова мама трех девочек не стала исключением. Проконсультировавшись со специалистами, изучив информацию из официальных источников, она приняла твёрдое решение, что её дети должны быть защищены. Плановую вакцинацию от полиэмилита её старшая дочь завершила уже давно, а вот двоим младшим близняшкам осталось получить по последней шестой прививке. У старшей все прививки я уже сделала, шесть прививок, а у младших пять прививок. Они перенесли все прививки очень спокойно, все прививки вовремя мы делали. Вот шестая прививка сейчас сделаем в комплексе, как всем начнут делать, так и я согласию дала. И сделаем последнюю прививку. Благодаря целенаправленной массовой иммунизации детей против полиэмилита, Российская Федерация в 2002 году в составе Европейского региона была сертифицирована как страна, свободная от полиэмилита и сохраняла свой статус в течение минувших 20 лет. При этом на территории некоторых субъектов Северокавказского федерального округа в последние годы выявлена циркуляция вакцинородственного полиэвируса в окружающей среде. Сложившиеся условия являются предвестником осложнения эпидемиологической ситуации по полиэмилиту на территории как субъектов Северокавказского федерального округа и Российской Федерации, так и Карачаева-Черкесии. В связи с этим было принято решение о проведении кампании по дополнительной иммунизации детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет. В рамках дополнительной иммунизации будет использоваться оральная полиэмилитная вакцина, в народе известная как «живая», а в отдельных случаях – инактивированная вакцина. Цель этих мероприятий направлена на то, чтобы не возникли случаи заболевания. Мы можем то же самое мероприятие провести и после возникновения случаев заболевания, но это будет непростительной ошибкой как для всего медицинского сообщества, так и для родителей, которые допустили такую оплошность и не привили своего ребенка. Как говорят специалисты, вакцинация живой прививкой необходима для создания кишечного иммунитета. Так, согласно статистике, вероятность осложнений при использовании живой вакцины – один на миллион. Если же у ребенка имеются определенные противопоказания, то непривитым ранее детям, вне зависимости от возраста, вводят инактивированную вакцину. Важно, что все российские препараты против полиамилита сертифицированы и прошли исследования на безопасность. Практически полиамилитная вакцина осложнений не дает. Мы раньше прививали детей в роддоме, начинали с нулевой дачи, то есть именно с живой полиамилитной вакциной. И дальнейшие детей прививали раньше с живой полиамилитной вакциной. Практически не было никаких осложнений. Окончательное решение о вакцинации своего ребенка принимает исключительно родитель. При этом следует помнить, что и ответственность за последствия в случае заболевания также ляжет на него.